Выход из кризиса с пользой для всех. Аграрии Великовисочного начнут выпускать новую продукцию. С таким предложением выступил Александр Цибульский в рамках своей рабочей поездки в населенный пункт. Кроме того, глава региона посетил и деревню Лабожская. Напомню, муниципальное казенное предприятие и Великовисочный животноводческий комбинат сейчас находятся в убыточном состоянии. И это несмотря на то, что выпускаемая продукция пользуется спросом, в том числе и за пределами сельсовета. Как планируется решить данную проблему, узнаете из материала Ивана Кутейникова. Работники фермы в Лабожском серьезно беспокоены дальнейшей судьбой предприятия. Они в один голос заявляют – трудиться хотим, просто дайте нам такую возможность. Впрочем, глава региона сразу заверил коллектив – вероятность закрытия хозяйства даже не рассматривается. Но для того, чтобы спокойно работать в условиях конкуренции, нужно обеспечивать население продукцией, которой нет у других аграриев. В качестве одного из вариантов Александр Цибульский предложил наладить производство полуфабрикатов из говядины. И вообще не стоит вопрос о закрытии, не стоит на сегодняшний день вопрос о передаче вас в агропромышленную компанию. Стоит вопрос о том, чтобы вас сохранить в качестве компетенции, которых нет в ОПК. То есть я почему там говорю сыр и мясо? Мы, допустим, можем ОПК продолжать заниматься творог, молоко, вот это все, что они делают. И понятно, что они здесь, будучи крупной компанией, они вас задают. И одно, и второе. А если мы, допустим, скажем, здесь вы делаете сыр, давай мы ОПК скажем, а вы сыр не делаете. Тогда мы здесь будем то же самое, можем здесь попробовать сделать мясо, пельмени, фарш, вот это все, чтобы было хорошее, свежее. Вот думаем об этом, и мы все равно в любом случае вместе все это с вами решим. При этом производство молочной продукции сохранится. Правда, по словам самих работников, для этого необходимо наращивать поголовье, а также закупать новое оборудование. Будут те же новые аппараты, значит, молока уже будет больше, оно и лучше будет. Будет, значит, там у нас аппаратура нормальная, значит, уже и будет и производство. Мы будем вам и давать продукцию эту, пока вот нам главный самый вопрос. Аграрием из Великовисочного, временно исполняющий обязанности губернатора, порекомендовал заняться изготовлением сыра. Если все сложится успешно, выгоден такой проект будет абсолютно всем. Жители региона обеспечат сразу двумя качественными продуктами местного производства, а предприятия, в свою очередь, получат возможность для стабильного дохода. Вы посчитайте, ладно, вот эту идею. Давайте вместе возьмите, вместе сядьте, просто посмотрите. Я небольшой специалист, надо, я вам дам технологов по сыру, кто там делает это в Москве. Обязательно. Просто им поговорить, можете съездить к ним на производство, там быстрее есть, можно в ксеросе этому отправить. Там у нас есть новый фермер, он вот с нуля поставил под Москвой производство сыра, делал шикарно. И то, что там продукция, нам молоко хуже, чем здесь. И если просто поехать посмотреть, как это у него устроено, ну, он уже вырос с такого серьезного промышленника. А мы пока вот, посмотрите, с чего он начинал, он точно так же, вот в таком же сарае начинал. Кроме того, в Великовисочном глава региона посетил школу-интернат. Сейчас здесь обучается порядка 30 детей, в том числе из Лабужского, Щелина и Пылемца. Александр Цибульский остался доволен техническим оснащением учреждения. При этом и во внеурочное время ребятам есть чем заняться. Правда, летом в распоряжении воспитанников образовательной организации лишь школьный спортзал, а площадки для игр на улице нет. Хотя рядом с учреждением имеется подходящая бесхозная территория. Здесь надо сделать футбольное поле. Футбольное поле, а? Ну, маленькое, что-то, не классическое. Обычно, что ребята уходили, где-то играли. Мобильное поле. На секция по мини-футболу, на базе школы есть. Футбол? Можно даже такую коробочку сделать. Здесь летом футбол, зимой котов залезают. Зато недавно в селе оборудовали тренажерный зал. Его открыли в конце 2016 года силами некоммерческой организации «Молодежь. Инициатива развития». Мы участвовали в гранде, наш проект одобрили, выделены средства, были потрачены на приобретение материалов, оборудования и осуществлен был ремонт. Ремонт был осуществлен инициативной группой нашей, ребята все сами сделали. В тренажерном зале есть все необходимое для занятий по силовым видам спорта. Тренировки проводят и для школьников. Иван Кутенников, Вадим Носкин, Телеканал Север.